Аппарат временно недоступен. Знакомые слова оператора мобильной связи, который приводит в уныние некоторых любителей телефонного общения. Такие люди не упустят возможности поделиться новостями с близкими коллегами или знакомыми, рассказать обо всем, что видели и слышали. Что это? Привычка, необходимость или зависимость? И как определить ваши близкие отношения со смартфонами и планшетами? Уже есть повод бить тревогу. Очень жесткое такое явление. Люди, стремясь к своим зависимостям, очень стараются посадить себя на какой-то поводок. Если раньше ты выходил из дому, и телефона рядом не было, и ты мог идти куда-то, и ты не ощущал, что жизнь проходит мимо тебя, то сейчас чуть у нас разряжается телефон и выключается из сети ощущение, что все самые важные события уже произошли. Я бы даже так и оценил, что существует определенный стереотип поведения, который, ну если не зависимость, то по крайней мере на грани с зависимостью, который может обеспечивать вот эту вот современную связь, современный мир и так далее. С одной стороны, телефон – необходимое средство общения, с помощью которого человек может расширять свое информационное поле, узнавать новости о близких и друзьях, живущих в другом городе или другой стране, совершать деловые переговоры, договариваться о встречах. А с другой стороны, этот же телефон – причина отстраненности людей от реальной жизни, от живого общения и встреч. Сейчас в основном по телефону все разговаривают, лучше как бы встретиться, погулять, пообщаться, сходить куда-то, развеяться. А так, все сидят в телефоне, даже дети, тот же компьютер взять, сидят, играют в песочнице, не играют, только в компьютере и все. Себя, ну, в какой-то степени, да, может быть, потому что все время в телефоне, а друзей есть такие, которые сидят и на парах, то есть вообще не отвлекаются от телефона. Есть такие знакомые, и да, я тоже считаю себя зависимой от телефона, я его просто не выпускаю из рук. Где-то в городе телефон в руках, дома телефон в руках. Болезненное пристрастие современного поколения ко всякого рода гаджетам – серьезный повод задуматься. Стоит ли тратить драгоценное время на виртуальное общение или разумно заменить его настоящим, живым? Тем более, что в век информационных технологий количество электронных средств общения будет только увеличиваться, а людям все чаще будет не хватать простого человеческого общения. Хочу сказать, что когда я был студентом, то сотовых телефонов не существовало, как это дико не звучит, может быть. Поэтому это переходный период, когда еще живы те, которые помнят, что общаться вживую – это единственная возможность и самая лучшая, то им придется осваивать сразу два варианта. То есть, учитывая, что они когда-то будут работать, их работодатель будет явно более возрастной человек, и, соответственно, он будет требовать живое общение, и они должны уметь и так, и так выживать. Поэтому навыки нужно иметь, как общаться вживую с людьми, как строить отношения, как эти отношения поддерживать. Чрезмерное увлечение современного человека техникой – актуальная тема, и мнений по этому поводу множество. Конечно, без гаджетов трудно представить свою жизнь сегодня. Однако хотелось бы, чтобы информационная эра, которая, несомненно, принесла с собой множество полезных вещей, не поглотила общество, не сделала его ленивым и бездушным, неинтересующимся и одиноким.